Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас мы будем делать мобилизацию вдоль всего позвоночника. Для этого несколько способов покажу. Первый, становимся со стороны головы. Значит, предварительно, конечно, мы размяли шею. И прежде чем делать что-то мануальное, какие-то штуки, хрусты, все вот эти приемы, вот по нашей схеме, видите, там нарисовано сначала размятие, разминка, это снимаем функциональные мышечные блоки, всевозможные, да, потом мы вибрации добавляем, ударные техники, да, и всякие растрясания. Ну, примерно покажу, да, вот растрясли, повибрировали. Вот такая восьмерочка, это же тоже, по сути, вибрация. Видите, она отражается во всем теле, во всем тело ходуном кладет. Растяжки всевозможные. Но я подробно не буду показывать, но просто напомню, да, что было в прошлом ролике. Вот эти мышцы, возле челюсти раздвинули. Лестничные мышцы, задние мышцы, там прям видно, как они тянутся, да, и по очереди, вот, разные методы натяжения, все их дополнительно растянули. Раз, два, три, четыре. Вот отдельно отркивательную мышцу. Далее, что мы по схеме делаем? Добавляем мобилизацию и вытягивание, да, вот эти вот тракционные моменты всякие. Кладем голову на перепонку между большим указательным пальцем, так, чтобы почувствовать момент качания, чтобы вот наш череп, он как бы вот в этот моменте, такая точка была, да, свободы, точка свободы. Если он напряженный, то, в принципе, ничего не получится, да, надо было его до этого еще раз размять, чтобы у него череп от носителя позвоночника сам двигался. Значит, вот положил, и вот, видите, вот есть такая вот свобода. Можно взять ладонью за челюсть, нижнюю, да, но я предлагаю мякотью все-таки руки действовать, и вытягиваем вдоль его тела, видно даже, как шея чуть-чуть удлиняется. Далее делаем флексию вперед, и тянем вверх и на себя по 45 градусов. Потом добавляем ротацию, экстензию назад, по 45 градусов, и флексию вперед чуть-чуть, и тянем, соответственно, в эту сторону. Куда повернули, в ту сторону и тянем. Ротация, экстензия, и флексия. Такой сложно получается прием. Достянули в эту сторону. И теперь прием мобилизации можно делать несколькими способами. Вот первый из них. Берем тряпочку, в данном случае это я просто не скрутил, можно полотенце, но смотреть так, чтобы оно было нужной длины, для того, чтобы вы смогли подальше захватить. То есть не хватает вот прямо вот здесь, да, а чуть-чуть подальше. Захватить нужно так, чтобы сзади ваша простынь обнимала основание черепа. Спереди шло через верхнюю скулу. То есть верхнюю челюсть мы держим. Не через шею, да, чтобы его не задушить. Не через ухо, чтобы ухо там не оторвать случайно, а именно через челюсть. Вот. Здесь толкцу можно дополнительно растрясти, размять, восьмерочки вот это наша, чтобы получилось покачать. И потом поднимаем голову, ловим момент свободы и дергаем. Но, чтобы сделать толчок, дернуть, да, лучше все-таки человек попросить сдвинуться, чтобы шея и голова висела. Давай, пожалуйста, наш модель подвинется вперед. Ориентир это плечи. Плечи должны быть вровень со столом, да, вот тут. Все, 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 хватит, 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 даже много. Вот, но я дерзать не буду, я просто продемонстрирую. Вот, растрясли. И дергаем таким методом, вот, не, вот, челюсть, чтобы на себя. Но получается такое немножко кивасное движение, то есть нам надо почувствовать, чтобы мы дергали именно за череп, а все позвонки были отдельно, то есть мы их не взяли, мы их не захватили в наше движение, а мы остались там. После этого идет рывок. Второй способ. Положить обратно на стол. Второй способ можем захватить опять же за основание черепа плюс челюсть нижнюю. Но держимся вот так вот, чтобы не заглушить человека сбоку. Опять же, растрясли и после этого дергаем. Я специально сейчас не буду дергать, просто для демонстрации. И еще один такой качественный способ сейчас покажем, когда можно попросить человека открыть рот. Открой, пошли, пожалуйста, рот. Сторонных челюстей нету? Верхний. Все хорошо. Просто показываем продемонстрируем, как делается прием. И третий вариант это мы будем воздействовать через рот. Для этого нам нужно нижнюю челюсть отключить. Если вставных челюстей нету, то в принципе можно достаточно безобидно сделать. Нам важно давление создать на верхний череп и верхнюю челюсть. Открывая рот, вставляем вот так вот и хватаемся за небо двумя пальцами. Он не задохнется, ничего не будет, это все делать просто достаточно быстро. Чтобы было сильнее движение, смотрите, человек больше 100 килограмм в принципе выдержит сам на столе, тем больше 100 килограмм. Меньше, да? Если меньше, то можно попросить напарник для кого-нибудь подержать за ноги. Может, пожалуйста. Так прям крепко уприсит ноги с им весом своим. Да. И вот мобилизация с натяжением всего позвоночника происходит вот так, открываем рот, быстренько расслабляемся и дергаем. Получилось что-нибудь? Нет, нет. Ну, это вот там просто не демонстрации. Так. И иной раз пробивает прямо аж до крестца, до копчика. Теперь растягиваем с той стороны. То есть, в основном, здесь это все было на, по сути, воздействие на шейный отдел и верхнегрудной отдел. с этой стороны можно обхватить вашим плотенчиком ноги. Вот так аккуратно защитил от их захватить. Очень простеньких узлов нету. Натягиваем на себя и растягиваем поясницу. Пояснично-позвоночный переход. Для этого нужно как можно выше. Если соскальзывать полотенце с ног, тогда попытайтесь... Может, поясница нет такого. Нет, поясницу там не такого нету. Поясницу. Пытайтесь захватить наоборот. За щекотки. Еще раз на крест. Натягиваем, тянем. Если стол качается, то можно, в общем-то, естественно, упереться в стол еще дополнительно. Либо коленом, либо ногой. После этого дергаем на себя. Тут, сожалению, помещения не хватает, чтобы в полной мере показать. Вот, дорогие друзья, сейчас мы это все на нашем тренинге отработаем, потренируемся на натуре, так скажем, да? А если вы нас смотрите по видеороликам, то тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал Академия Теосолитерных Практик, а еще лучше приходите на наш тренинг, чтобы отработать все на живой натуре. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...